Это программа «День с толком» Студия Ирина Корчагина Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Более 16 тысяч заболевших за неделю. Когда жителям края грозит эпидемия ОРВИ? Площадь Сахарова перекрыли на полтора месяца. В Барнауле началось строительство снежного городка. Тысячи гостей со всей страны, как в регионе, встретили алтайскую зимовку. Я сегодня такой заряд получила, заряд энергии. У нас закончилась дача, и мы что делать пенсионерам? И мы отдыхаем, радуемся жизни. Запас угля на ОТЭЦ Ярового вырос до 6 с лишним тысяч тонн. Это тот минимум, о котором говорили в самом начале введения режима ЧС. Хватит угля до 15 декабря, а в целом Ярового поставят больше 60 тысяч тонн горючего за краевые деньги. Все это будет происходить в рамках режима ЧС, который снимать никто не планирует. В частности, сейчас разгрузку ожидает 11 вагонов угля. Добавим, что после введения режима ЧС на ОТЭЦ подключили еще один котел. Сейчас город отапливает два котла. За счет совместных усилий уже в выходные в квартирах Ярового, по словам жителей, стало очень жарко. Впервые за долгое время зимой батареи нагрелись до 26 градусов. Сегодня в Барнауле прощались с известным алтайским бизнесменом Владимиром Мудриком. Он скончался после продолжительной болезни. Владимир Мудрик был председателем совета директоров комбината железобетонных изделий, а ранее руководил строительной компанией «Горизонт», которая построила такие визитные карточки города, как жилой комплекс «Анастасия», одно из самых высоких зданий Барнаула, а также знаменитый аквамарин на речном вокзале. Именно Владимир Мудрик привез в город технологию монолитно-каркасного строения – специальную опалубку, внутрь которой заливается бетон. Прощание с Владимиром Мудриком состоялось сегодня в прощальном зале Барнаульского крематория. Переходим к другой теме. Семья Избийска чудом осталась жива после утечки газа, которая произошла в одном из частных домов Наукограда. ЧП случилось утром 1 декабря. На пульт скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек. Среди них двое несовершеннолетних детей. По сообщению спасателей, детям потребовалась госпитализация. В данный момент они находятся в одной из больниц Наукограда. По предварительной информации, причиной утечки газа стала несвоевременно закрыта печная заслонка. В Барнауле продолжается борьба со снегом. Но если основные магистрали и улицы коммунальщики убирают более-менее добросовестно, то во многих дворах ни пройти, ни проехать. Там за очистку территории от снега ответственность несут управляющие компании. Но не всегда это делают качественно и своевременно. Городская комиссия провела очередной рейд и посмотрела, как чистят барнаульские дворы. На Ленина 69 трактор сгребает снег, грузит в спецтехнику. В соседнем дворе на Союзе Республик рабочие скидывают снег с крыши. В этом году снегопад обрушился на Барнаул в середине ноября. Осадков выпало много. Управляющие компании пока справляются. Вот только уборки зачастую мешают припаркованные автомобили. Мы вывешиваем объявления, связываемся с домовыми комитетами, просим помощи. Также в случае, если автомобили все-таки у нас остаются на прилегающих территориях, то обращаемся в ГИБДД, пока нам не отказывали. То есть ГИБДД также связывается с автовладельцами и просит перепарковать или убрать автомобиль. В течение восьми часов после снегопада двор должен быть расчищен, снег вывезен. Складирование во дворах запрещено по правилам благоустройства. Насколько добросовестно сделана работа, следит администрация города. За две недели проведено четыре рейда. По 25 многоквартирным домам выявлены замечания. Большинством управляющих организаций меры были приняты. Однако по пяти домам управляющие компании не отреагировали. В связи с чем администрация района в адрес государственной инспекции Алтайского края и комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула были направлены письма с просьбой принять меры реагирования к управляющим компаниям, обслуживающим данные дома. Меры реагирования – предупреждение либо штраф до 5000 рублей. Кстати, помимо дворов чистят и межквартальные проезды в рамках муниципального контракта. Работы уже проводились дважды. Расчищено 29 проездов, собственность на которые не разграничена. В Барнауле из-за новогодних праздников перекрыли площадь Сахарова. Накануне там начали возводить снежный городок. Движение закрыто по проспекту Социалистическому от улиц Молодежной до Мерзликина. Уже к 28 декабря строители возведут на Сахарова снежный городок, смотируют иллюминацию и установят елку. Кстати, в этом году лесная красавица обойдется городу почти в 9 миллионов рублей. Это на полтора миллиона больше, чем в прошлом году. Проезд для автомобилей планируется открыть только 17 января. Зимние забавы, угощения, Деды Морозы и заснеженные горы на Алтае официально стартовал зимний туристический сезон. И уже второй раз далеко за городом в туристической зоне Березовая Катунь. Чем удивляли организаторы на этот раз и остались ли довольны гости праздника, расскажет Илья Кочетков. Праздник в горах всегда риск. Погода здесь меняется быстро, а ветер или трескучий мороз может испортить все веселье. Зимовке 2019 повезло. Погода была теплой, организаторы предусмотрели отапливаемые шатры. Но люди с удовольствием проводили время под открытым небом. Каждый находил что-то и по деньгам, и по потребностям. Я сегодня такой заряд получила, заряд энергии. У нас закончилась дача, а зимой что делать пенсионерам? И мы отдыхаем, радуемся жизни. Мы сюда приехали, вообще посмотреть на природу Алтая, во-первых, это самое, наверное, главное. А уже это второстепенно на вот эти разные, ну вообще на быт Алтая, алтайцев, которые сейчас там еду свою дают, сувениры. Это тоже же интересно. Ну и будем честны, век интернета, инстаграма, очень красивые фотографии здесь получаются. Фишкой праздника стала целая улица фудтраков. Местные производители и рестораторы кормили гостей. Алтайский сбитень, бодрящий, целебный, горячий напиток, который даст силы, бодрости и поможет не заболеть этой зимой. Народный какой-то напиток? Народный. Здесь алтайские травы, наш мед, ягоды, специи. Все то, что нужно для укрепления иммунитета. Насыщенно, на глинтвейн похоже. Ну, это такой сибирский глинтвейн. Такая выставка еды – это федеральный проект «Гастрономическая карта России», который впервые прошел на Алтае. Как рассказали организаторы, цель – обозначить на карте страны все многообразие местных и национальных кухонь. Алтайский край стал 22-м регионом, куда добрался этот проект. Каждого столичного жителя, если вы остановите, какие ассоциации с Алтайским краем? Все назовут мед. Потому что регион очень много сделал для того, чтобы эта ассоциация стала устойчивой. А это еще и мясо марала, а это еще папоротник орляк, а это еще дикоросы, ягоды, облепиха. Рестораторы пообещали, что эта и другая экзотика скоро станет привычной всем едой, а заодно привлечет дополнительных туристов в регион. Правда, есть и те, кто считает, традиционных элементов веселья было недостаточно. Медведи, белочек, лисы, праздник зимы, зимних нету, животных, шашлыков мало. В этом году, по данным организаторов, одну только бирюзовую катунь посетила около 5000 гостей. Цифры пока не поражают, но развитие зимнего туризма, уверяют они, дело не одного года. Нынче, в отличие от 2018-го, удалось убедить владельцев отелей организовать больше мест для проживания. И не напрасно. Вот здесь, на бирюзовой катунь остановиться на ночь было уже невозможно. Мы планировали остаться и для того, чтобы еще посмотреть, чем можно было бы развлечь туристов. Какие-то, может быть, экскурсии, маршруты. Мест нет. Хотелось бы, чтобы также у 15 тысяч мест размещения Алтайского края всегда не было зимой мест. Всего в рамках зимовки прошла целая череда мероприятий. В Алтайском районе, в Заринске, на Яровом и так далее. И, конечно, одной из центральных знаковых площадок стало озеро Светлое, где в этом году снова ожидается рекордное не меньше тысячи количество зимующих лебедей. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!